Некоторые люди спрашивают нас, почему мы называем кадыровцев вероотступниками, они, мол, произносят шахаду, совершают намаз, постятся и внешне выглядят как мусульмане. Тем людям, которые задают такие вопросы, покажите это видео. Объясните таким людям, что есть вещи, которые выводят человека из ислама. И предательство, в частности, выводит человека из ислама. Религии ислам не любят предательство. Это тяжкий грех в исламе. Кадыровцы, будучи в составе войск российских крестоносцев, убили этого героя ислама. Это не просто убийство человека. Это уже куфр, так как они убили его из-за того, что он воевал против Конституции России. Из-за того, что он не хотел Конституции России, а хотел шариат Аллаха. Хотел видеть свою родину свободной, а не под российским сапогом. Ведь ради этого воевали многие поколения наших отцов. То есть, кадыровцы ради российского куфра убили мусульманина. Только вдумайтесь в это. Разве есть более тяжкий грех на земле после этого греха? Как после этого у вас поворачивается язык, чтобы называть кадыровцев мусульманами? Что они ответят Аллаху, когда он спросит их, из-за какого греха они убили его? Скажет он, хотел установить твой закон, а мы хотели установить закон Путина и поэтому убили его? На этом видео, которое, к сожалению, мы не можем показать полностью из-за ограничения в ютубе, мы видим пленного чеченского маджахеда, который попал к кадыровцам без оружия. Также мы видим, что пленный маджахед ведет себя очень достойно и даже будучи пленным, ни на йоту не отступил перед этими предателями. На этом видео видно и слышно, как кадыровцы вначале грязно и омерзительно матерятся, издеваются над исламскими терминами, такими как шариат и хафиз, а потом убивают этого молодого человека, убивают этого смелого и отважного героя ислама. Я попытался передать примерный смысл этого видео. Многие чеченцы видели это видео. Не буду его здесь полностью показывать, а также озвучивать оригинальный звук этого видео во избежание блокировки. Оригинал данного видео вы найдете в телеграм-канале, перейдя по ссылке, которую я оставлю в закрепленном комментарии.